Конечно, мастер, блядь, обтекаемых формулировок. Ну что, 50 раз сделаешь пресс-то? Сейчас 2-3 подхода сделаю по 50 раз. Ну, пить надоедает. Что ты думаешь по поводу ситуации на Донбассе? Не хочется наступать на одни и те же грабли несколько раз. Насколько тяжело было морально жить на гораздо меньшие деньги? Выходишь на улицу, и ты вдыхаешь воздух, и ты понимаешь, блядь, какой кайф все-таки, блядь. Все равно ты на улице, да, и как все это хорошо. Что, еще спрашивали ребята, что с твоей Теслой, вот этой, там, одной из первых в России вообще? Ну, с одной из первых в России Тесла находится в Тесла-клубе. Это моя машина, по вину это моя машина. Она была продана нечестными юристами, и, в принципе, чеченые ее, блядь, ну, короче, спиздили, понимаешь? Грубо говоря, найти, ну, прийти в Тесла-клуб, они честные покупатели. То есть, она просто была оформлена нечестным нотариусом, понимаешь? Причем задним числом, и они говорят, как, ты же ее, блядь, продал, понимаешь? То есть, я разговаривал с человеком конкретно в Тесла-клубе, они говорят, ты же ее продал еще до того, как сел, понимаешь? Потому что там нотариус конкретно задним числом оформил машину. Ну, просто, то есть, отделение милиции, где я подал заявление, там, ну, грубо говоря, там, внесли 10 тысяч долларов начальнику, и начальница просто взяла, выкинула. Дальше надо идти в Следственный комитет, дальше надо писать в прокуратуру, там, еще что-то. Блядь, ну, честно, я уже забил. То есть, можно позаниматься, да, можно, блядь, что-то поделать, но, честно говоря, я, блядь, лучше новую Теслу уже куплю. Ну, не стоит тех усилий, да. Не, она не стоит, она сломанная, там, надо менять, опять же, ее надо везти в Германию, то есть, она не на ходу. Она у них стоит, да, она у них стоит, как экспонат, вот. Ну, в принципе, отжать ее можно и дожать, но это просто только ради принципа, понимаешь? Ну, реально, ее надо везти в Германию, ставить на эвакуатор, везти в Германию, блядь, проще новую Теслу купить просто сейчас реально. Пишут, ребята, что не спросил у него, сколько книг он прочел? Ух, книг, ух, я даже, ну, даже не считал. Вообще в жизни, наверное. В жизни, ну, наверное, очень много, я сейчас тоже читаю книги и... Что последнее ты читал? Последнее я читал по социальной инженерии, и сейчас немножко, как бы, я немножко подался в буддизм, вот, то есть, я немножко читаю по буддизму, да, всякие интересные штуки, да, там, Будда. Кришнабурцы? Нет, 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 это совсем другое, ну, как бы, это философия, да, я не буду там ничего проповедовать, да, или рассказывать просто каждому свое, вот, но, то есть, сейчас я этим увлекаюсь и читаю, да, последнее, что я читал, допустим, эта книга называется Будда-мозг, и она, имя автора я не выговорю, к сожалению, потому что там такое, оно тибетское, в общем, вот. И там говорится о том, что, ну, очень много сходств, допустим, между квантовой физикой, там, да, и какими-то, там, понятиями в буддизме, да, то есть, ну, очень, как бы, идут реально сопоставления и то, как это работает, там, да, между тем, как функционирует мозг, и они, допустим, там, функционируют, там, как происходят действия, там, во вселенной, да, там, ну, очень интересная книжка, на самом деле, я не рекомендую, как бы, читать, да, потому что она специфическая, но она написана понятным языком и достаточно доступна, вот, да, До этого сейчас, блядь, у меня на самом деле мало работы, да, сейчас, и я читаю очень много книг по кодингу, да, сейчас как-то я пытаюсь, ну, развиваться дальше, да, C-sharp, C++, вот, то есть, я пытаюсь, да, немножко с ассемблером разобраться, то есть, я как-то пытаюсь повысить свой скилл именно в программировании сейчас, вот, поэтому, ну, работы мало, и, к сожалению, из-за пандемии реальность такая. В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании, я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com, и если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто, регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео, выбираете любой магазин, Букинг, Алиэкспресс, Авиасейлс, Адидас, мебельный магазин Хофф и еще несколько тысяч магазинов, переходите на него с нашего сайта, Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные кампании по доставке и покупке за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. А еще спрашивал этот же человек, говорит, сколько раз пресс сделаешь? Пресс сделаю? Пресс как? Ну просто покачать пресс, а то один освободился из тюрьмы и говорит, я там 1500 приседаю, 10 тысяч пресс делаю. Я сейчас ничего показывать не буду, да, если хотите, могу снять видос, то есть 2-3 раза в неделю я прихожу в спортзал, не скажу, что я там серьезно что-то надрываю сфинкта, но тем не менее занимаюсь, то есть, ну, блять, когда тебе 38 лет, ты очень хорошо осознаешь, что жизнь не бесконечна, и иногда надо, ну, а самый любимый человек это ты, да, и надо следить за собой в первую очередь, и заниматься правильными делами. Конечно, мастер, блять, обтекаемых формулировок, ну что, 50 раз сделаешь пресс там? Сделаю. Ну а присесть там? Ну, присесть я не люблю, вот на многие вообще упражнения не люблю, ну, присесть, ну, 5 подходов по 20 сделаю. А отжималки? Отжималки 50 раз, ну, сейчас 2-3 подхода сделаю по 50 раз. На что, вот часто вопрос такой звучит, твой адрес много человек задало, на что тратила вывод, на что можно потратить, как мы вот в прошлый раз с твоих слов выяснили, опять же, с твоих слов, 5 лямов долларов? Ну, на что можно потратить, ну, представь... Давай без казино, там, на что ты тратил в основном? Ну, давай представим недвижимость, несколько квартир, виллы там за границей и все остальное, то есть, ну, я думаю, что это основная статья все же расходов была, то есть, ну, автомобиль, понятно, ну, хорошая жизнь, то есть, поддержание, ну, тоже уходило, ну, сколько, ну, 20, ну, 30 тысяч долларов в месяц ты потратишь, понимаешь, ну, пить надоедает, понимаешь, там, ну, поедешь ты там в Куршавель, в Монако, понимаешь, тоже там, ну, надоедает. Поехал ты в Израиль, тоже там, снял яхту, там, пароход тоже надоедает, да, ну, основное, да, там, недвижка, машины, наверное, все же, телки, подарки какие-то там, ну, тоже там, ну, одной подарил машину, второй подарил машину, понимаешь, там, ну, сейчас такого нет, ну, и я осуждаю, опять же, это все понты, понимаешь, они не нужны. Ты тихо, потихоньку делаешь свое дело, не важно, что ты делаешь, там, хорошее или плохое, занимаешься, да, своим делом, тихонько, чтобы никто не знал, и я уверен, что тогда все получится. Так у тебя осталась недвижка какая-то в разных странах или? Ну, не в разных странах, но да, осталось. Ну, хоть что-то, блядь, у кого-то осталось. Насколько, насколько денег осталось? Ну, не знаю, я считать не буду свои деньги, не хочу я сейчас считать. Ну, да, налоговая за тебя посчитает, потом мы налоговую спросим. Что ты думаешь, вот ты же сам с Донбасса, там, Донецк, да, родом, там, большую часть жизни там прожил, насколько я помню. Что ты думаешь по поводу ситуации на Донбассе вообще в целом? Что я думаю по поводу ситуации на Донбассе, ну, если это начиналось справедливо, да, что, ну, своя страна не может штробить своих граждан, и, ну, я целиком разделяю мнение такое, что, ну, то есть, блядь, ну, все политики в Украине, которые были на тот момент, когда начиналась война, и всех просто нужно, блядь, поставить к стенке и расстрелять, нахуй, да, это то же самое, что таракан сейчас делает, да, то есть, это просто, ну, все люди, это криминалы в первую очередь, понимаешь, то сейчас все равно я считаю, что Донецк, это Украина, и то, что сейчас там творится, это мертвый город, блядь, и так жить дальше, но так существовать нельзя, да, просто я помню, какой был Донецк, и чем он сейчас стал, и те люди, которые... Ты был сейчас там после войны? Да, я был после войны, и мне просто, я чуть ли не плакал, те люди, которые там, они, блядь, разворовывают последнее, и, ну, просто пиздец, то есть, никто не говорит сейчас о том, что было, да, хорошо или было плохо, да, но я считаю, что оптимальным решением для всех сейчас будет вернуть Донецк Украине, просто, чтобы люди смогли вернуться, блядь, в свои квартиры, в свои дома и продолжать жить, как это будет, иначе это будет, ну, блядь... Второе Приднестровье. Приднестровье, непризнанные республики, мертвые какие-то покинутые квартиры и все остальное, просто есть вещи, которые нужно делать через боль и через силу, иначе, ну, как говорят те же самые негры в тюрьме, да, no pain, no gain, понимаешь, то есть, ну, здесь надо просто сделать волевое решение, ну, я считаю, и нашим политикам, и украинским прийти, блядь, к какому-то компромиссу и просто дать людям вздохнуть спокойно, потому что иначе это пиздец, иначе это Белоруссия, иначе, ну, это не то, что хотелось бы видеть. А ты себя кем больше ощущаешь? Вот у тебя паспорт израильский, понятно, по рождению евреев, да, а вот если из украинцев или вот русских, кем ты себя больше чувствуешь, идентичность? Сложно сказать, я, ну, то есть человек русскоговорящий, да, свой менталитет, ну, я не знаю, мне сложно это обсуждать, сложно сказать, это не мне судить, просто я думаю, что это кто-то со стороны должен скорее сказать. Что ты, ну, вот история ареста там всех хакеров, в основном русских, там понятно, да, то есть где-то на отдыхе в основном здесь они до нас доцениться не могут, а вот что ты думаешь, с какого момента тебя уже вели? С 2004 года, наверное, с 2003, ну, вот как началась вся история Carder Planet, да, вот это все, ну, как тебя арестовали, даже раньше, то есть, ну, вот как началась вся эта торговля дампами, я знаю, что первого человека по моему кейсу, не вспомню сейчас никнейм, но я помнил, то есть я читал специально даже его кейс, приняли еще в 2003 году, и он дал показания, что отсылал деньги, мы тогда все были идиотами, мы получали на свои имена, как ты помнишь, мы вместе с тобой ходили в глобус, вот. А, в Киеве там был такой торговый центр. Да, и, ну, в любом случае, ну, получали на свои паспорта, и, ну, уже в 2003 году они могли идентифицировать, что Харахорин – это Bad B, просто они ввели, да, то есть, ну, грубо говоря, очень сложно, да, взять человека, отправить на суд присяжных, вот, ну, там, Игорь скажет, или любой адвокат скажет, да, нужно намного больше, да, и они ждали... Чем один перевод в Western Union. Да, 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 они даже тысяча переводов в Western Union, они ждали, меня Western Union забанил в 2008 году, вообще забанил, то есть, за криминальную, да, ну, мою фамилию, он реально забанил, я не мог ни отправить, ни получить ни одного перевода вообще, ну, то есть, тоже они говорят, что в 2008, то есть, они меня забанили, как только, ну, агенты начали запрашивать действительно информацию, да. Так логичнее было не банить тебя, да, наоборот, дальше собирать информацию. Ну, на самом деле, нет, но они реально меня забанили, то есть, они реально меня забанили, и был такой момент, когда я просто охуел, то есть, мне нужно было получить деньги, я не мог их получить. Столкнулся с верификацией на сайте? Не хочешь раскрывать свою личность? Или нужен вериф множество аккаунтов? Обращайся к нам, сервис мамкиных отрисовщиков. Подтверждаем личность или продаем готовые аккаунты с верифом. Работаем с криптобиржами, букмекерами, казино, банками и платежными системами. Отрисовка и печать материала. По уму сделаем МРЗ, баркоды, геопозицию и остальные мета-данные. Нужно 100 паспортов в сутки? Не проблема. Любой объем и любая страна. Залетай на сервис мамкиных отрисовщиков. Номер один по отрисовке в интернете. Ссылка в описании. Вот хороший вопрос. Я самого не могу осмыслить до конца еще. Вот быть или казаться? Что бы ты выбрал? Однозначно быть. Однозначно быть, потому что, ну, когда кажется, это все мнимое, да. То есть надо определиться с реальными вещами и придерживаться того, что на самом деле, да. Казаться, ну, это все мнимое, понимаешь. Опять же, казаться, да, я уже говорил, ну, я говорил тогда и повторяюсь еще раз. Это понты, это не то, что ты есть сейчас. Это ложь, это наебалово, это фальшь, это, ну, обман, понимаешь. То есть я не сторонник того, чтобы наябывать. Все хорошо в меру, конечно, но казаться лучше, лучше быть, да, и быть тем, кем ты есть. То есть вопрос от 666 Кауфман. Используешь ли ты свои знания для каких-нибудь черных дел, либо окончательно завязал с этим? Ну, мне просто не хочется на второй срок в Америку, потому что он будет пожизненный. То есть, ну, насколько черные дела, я не делаю ничего криминального. Опять же, я не хочу срать там, где я живу, я не хочу срать в Америке, потому что... Достанется. Потому что, ну, рано или поздно это говно прилетит, да, то есть, ну, не хочется, да, не хочется даже испытывать судьбу. Поэтому, ну, даже если предлагают что-то, да, я как-то пытаюсь так увернуться от темы. Ну, даже если что-то заманчивое, да, я не хочу в это попадать. То есть, очень заманчивые вещи были, но, опять же, я не хочу с этим связываться, и мне это неинтересно. А что в этом основную роль играет страх тюрьмы? Да не просто страх тюрьмы, ну, во-первых, то, что ты переосмыслял, то, что ты можешь заниматься какими-то другими вещами. Во-вторых, да, конечно, ну, страх тюрьмы и страх перед тем, что, ну, есть, будут какие-то проблемы. Ну, и в-третьих, просто то, что, ну, не хочется наступать на одни и те же грабли несколько раз. Вот парень молодой спрашивает, как начать и как не бросить через неделю вот свою затею. Вот не хватает ему целеустремленности, может, там, как начать и как не бросить через неделю. Например, вот он хочет завязать, курить, пить, там, вот у него стремление. Нет, ну, завязать, курить и пить, и начать, и бросить идею, это немножко разные вещи. Он просто и про то, и про то пишет. А, и про то, и про то, да. Как заставить себя делать правильные вещи, например, бросить пить, там, употреблять запрещенку и так далее. Не могу себя заставить ничего делать. дайте дельный совет, с чего начать и как не бросить начатое через неделю. Слушай, ну я не буду устраивать тебе курс 12 шагов здесь, но просто я тебе скажу, что нужно с волевого решения, то есть ты должен принять какое-то конкретное решение и должен осознать, наверное, все начинается с осознания, то есть ты допустим, да, давай приведем сливу, синьку, ты не хочешь, ты хочешь бросить пить, ты хочешь остановиться с веществами, там ты понимаешь, да, ты ну либо ты, короче, ну пиздец тебе придет там через какое-то время, даже если тебе сейчас хорошо и у тебя все получается и все заходит, ты должен осознать, что это серьезно портит твое качество жизни, да, и с осознания приходит твоя воля, понимаешь, опираясь как бы вот на это осознание как рычаг, ты двигаешь свою волю. То же самое, допустим, да, если ты хочешь чем-то заниматься, ты находишь свою цель и ты осознаешь, что она достойная и что ты действительно идешь к этому, да, и вот когда ты выбираешь чем заниматься, допустим, да, я приведу вот пример Сергей, пожалуйста, да, я помню, как он кричал год назад, что он нахуй бросит YouTube, да, ну были причины просто. Да, и просто я ему написал тогда, ну остановись, да, иди к своей цели, потому что, блядь, через год у тебя будет миллион, да, но миллиона нет, но есть 300 тысяч, и это действительно заслуженно, это круто, понимаешь, потому что через два года, блядь, будет миллион, понимаешь, и он идет к своей цели, и он прекрасно понимает, и он гордится тем, что он делает, и вот, ну, понимаешь, первое, ну, реально, как бы, понимание, да, и первые приятные ощущения того, что, то есть сразу этого не будет, да, но когда ты делаешь, да, когда твой, допустим, вот то, что ты посадил, да, начинает давать плоды, и ты действительно этим наслаждаешься, ты действительно кайфуешь от этого, ну, не хуже, чем от каких-то веществ, понимаешь, когда то, что ты начинаешь делать, и то, что ты вкладываешь усилия, начинает работать, я тебе не говорю въебывать на дядю, самый большой кайф, это когда ты работаешь именно на себя, и твоя схема, не важно, черная, белая, серая, какая угодно, начинает работать, когда она работает, у тебя, ну, ты получаешь то удовольствие, и хочется продолжать дальше, ну, я не знаю, может быть, я не прав, у кого-то другие подходы к жизни, мои такие, и, ну, я вот так понимаю мир. Важнее тогда, получается, важнее процесс, либо результат? На самом деле, результата, мне кажется, ну, ты не будешь доволен никогда, потому что по ходу исполнения своих задач, своих желаний, тебе будет хотеться больше, больше и больше, да, пример Трамп, блядь, казалось бы, миллиардер, да, чудесно, жена красавица, дочка молодец, красавица, понимаешь, там все внуки, дети, все отлично, все обеспечиваешь, нахуй ему нужно идти в эти президенты, понимаешь, нет, он сказал, вот, понимаешь, вот его внутренний стержень, его тянет туда, понимаешь, он говорит, там похуй, я буду президентом, понимаешь, человек реально стал президентом Соединенных Штатов, понимаешь, и за это респект и уважуха, конечно же. Просто мне, например, больше нравится результат, знаешь, биться, блядь, головой в стенку, там, три года, мне вообще не прикалывает. Так ты не, вот в том-то и дело, что ты результат просто... Процесс только в сексе, он может быть важнее. Нет, процесс, процесс ты разбиваешь на шаги, и ты получаешь результат, каждый шаг, который ты делаешь, то есть, допустим, ты говоришь, ну, сначала, допустим, да, опять же, на примере YouTube канала, да, я создам YouTube канал, да, дальше ты говоришь, у меня будет тысяча человек, я начну монетизировать, понимаешь, у тебя опа, тысяча человек, ты монетизируешься, понимаешь, ты уже, ну, заинтересовал тысячу человек, да, дальше, там, ты добиваешься 10 тысяч, да, потом 100 тысяч, понимаешь, и с каждым вот этим шагом у тебя как раз есть результат, понимаешь, тот результат, который ты получаешь. Ты не получаешь, ты говоришь, блядь, я хочу быть, блядь, миллионером, конечно, ты не станешь миллионером сразу, понимаешь, но просто, когда ты придешь к тому, что ты стал миллионером, когда ты заработал свой первый миллион, оно тебе уже будет, нахуй не надо, потому что ты кайфуешь от того, что ты делаешь, что тебе не нравится, ты ты хуй заработаешь, когда чего-то. По поводу миллионером, да, быстро, так это, ну, базу дампу, ебал какой-то, и все, вот, миллионер уже быстро. Ну, Роме сильно помогает, вот смотри, ну, просто сейчас опять я написал большую статью, да, лонгрид, именно такой правдивый, не книжка, но очень-очень-очень большая статья, ну, я скажу, где-то сейчас больше 100 килобайт занимает, да, там, в ближайшее время она появится на сайте, редактируем, корректируем, это, блядь, не то, что там простые статейки писать, да, это действительно там, ну, про судьбу человека, и, ну, то есть, я не думал написать книгу, да, но вот такой очень большой лонгрид получился, да, и я тебе скажу, что не в деньгах счастье, понимаешь, и абсолютно не в деньгах, и, ну, счастье, счастье в другом, счастье наслаждение жизнью, понимаешь, деньги это инструмент, с помощью которого ты можешь наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие, но, ну, ничто не заменит, понимаешь, здоровье, ничто не заменит друзей, настоящих друзей, не тех, которые, блядь, с тобой за деньги или еще за что-то, понимаешь, опять же, ну, из истории Ромы, да, как, ну, там, люди с ним были за деньги, Селезнева, психо, то есть, люди с ним были за деньги, люди с ним были за что-то, да, а с кем он сейчас остался, его, блядь, даже, ну, это баба, которая с ним была, Одна от него убежала в Америку, бросила его с раскроенной башкой. Вторая, сейчас там журнал делает, в Владивостоке у него какое-то ателье, понимаешь, он ей звонит раз в неделю, разговаривает с ней. Он настолько разочаровался в жизни, что реальным друзьям, которые действительно были с ним с детства, он не звонит и с ними не разговаривает, потому что он считает, что они его наебали, понимаешь. То есть это уже с его стороны паранойя, хотя пацаны действительно говорят, что там, то есть они за него горой, они ему помогали. Вот, и на самом деле это все важно, да, отношение деньги, ну, это средство, это хороший инструмент добиваться своей цели и получать, но это абсолютно не главное. Ну, главное это то, что вокруг тебя, главное это то, что у тебя в голове. И, блядь, я считаю, что, например, другие люди, да, можно очень легко потеряться в наркоте или в бухне, понимаешь, или еще где-то, и тебе кажется, что ты молодец, ты там делаешь какие-то правильные вещи, а на самом деле ты просто лежишь и занимаешься хуетой полнейшей, понимаешь. Когда, ну, все реальные темы и все реальное проходит мимо тебя, а здоровье твое там назад не вернешь, понимаешь. То есть вот эти иллюзорные миры, да, вот то, что ты говорил раньше, мнимое, да, виртуальное, это, ну, надо понимать, что, ну, надо от этого держаться и стараться придерживаться и иметь настоящие вещи, понимаешь, в своей жизни. Ценности именно. Да, ценности, понимаешь. Насколько тяжело было морально вот жить на гораздо меньшие деньги? Вот, допустим, ты жил на 30 тысяч долларов в месяц, а сейчас там на 2-3 живешь. Ну, очень легко, почему? Почему же тяжело? Очень, очень легко, просто опять же ты... Вот ребята спрашивают, я-то тебя понимаю, молодежь спрашивает. Ты переосмысливаешь, ты переосмысливаешь, что ты делаешь, понимаешь. Если, ну, раньше мне хотелось лететь там в Ниццу, в Куршавель, снимать частный самолет и купить там ламбу, понимаешь, то сейчас я наслаждаюсь там поездками на лыжах, понимаешь, там, или походами в ботанический сад с интересными людьми. Я просто беру, допустим, девочку, да, которую я люблю, и просто гуляю с ней под руку, разговариваю, понимаешь, разговариваю о каких-то вещах. Если, ну, мне что-то интересно, да, то там, может быть, мне сейчас интереснее почитать книжку, понимаешь, или поехать в музей, в театр, в кино, понимаешь. Даже после, блядь, этой ебаной эпидемии, понимаешь, когда ты выходишь на улицу, и ты вдыхаешь воздух, и ты понимаешь, блядь, какой кайф все-таки, блядь, все равно ты на улице, да, и как все это хорошо, понимаешь. Поэтому, ну, опять же, здесь так. А есть у тебя такой, вот у меня есть, я иду по улице, да, особенно вот когда, ну, светлое такое, голубое небо нежное такое, светлое-светлое, я думаю, блядь, я на свободе, и вот просто могу идти по улице без этого неба в кличку, и как охуенно, вот, не знаю, такое мне как... Ты знаешь, у меня этого нет, у меня просто транзит, вот из тюрьмы реально произошел, ну, то есть очень было тяжело, и наверняка какие-то психологические последствия однозначно есть, но транзит, вот, ну, я даже начинаю, сейчас начинаю забывать вот эту американскую, блядь, просто она потому, что была пионерским лагерем, понимаешь. Ну, она, вот, реально меня обстановка, если она и грузила, то я мог, особенно там, допустим, в последнее время я мог переключиться очень легко, и, ну, просто заниматься другими вещами, там, то журналисты, то еще что-то, ну, наверняка для тебя это стала вот книга твоя, что ты писал ее, понимаешь, это не дало там шиферу поехать, понимаешь, вот, и мне кажется, что это, ну, вот, какое-то занятие в любом случае, понимаешь, ты можешь, ты можешь быть на самом деле в тюрьме и на воле, потому что, ну, некоторые люди, опять же, там, наркотой там или еще чем-то загоняют себя вот в эти, ну, реально в тюрьму, понимаешь, то есть человек может сидеть реально в квартире 10 дней не выходить и, ну, блядь, упыриться, лежать как свинья, понимаешь, ну, то есть знакомая ситуация, ну, другие люди просто не знают, что делать, например, они дальше не знают, как пойти, ну, они, у них не хватает понимания или силы воли просто взять и начать ебашить, блядь, делать что-то, не важно, что, блядь, ты хочешь там сделать черное, белое, там, не важно, просто ты должен взять, встать, поднять свою жопу и идти к своей цели, понимаешь, не важно, что ты делаешь, да, главное не говорить, блядь, я это не могу, понимаешь, главное просто встать и начать это делать, не важно, что ты хочешь, заработать миллион, стать программистом Или, блядь, ограбить сберкассу Как у Ричарда Брэнсона Эта книга есть, да Мне не совсем нравятся его книги Там они такие малоценные, на мой взгляд, субъективные Но у него есть книга «Берись и делай» Она так и называется «Берись и делай» Это вот все, что тебе расскажут здесь же в Синергии Это просто единственное правило «Берись и делай» Мы просто снимаем в здании университета Синергия А Москву-Сити Сюда перенесли Паранойя была вот какая-нибудь Когда ты уже зарабатывал бабки большие Когда ты понимал, что меня арестовали туда Не было у тебя каких-то мыслей, что рано или поздно у тебя ты закончил Конечно, была чуйка Я даже, ну вот, моя мама Она вспоминала, что я как-то Ну, выпил, и я ей говорил Я ей говорил, мама Типа, не продавай ничего, не делай Если меня посадят, если меня закроют Это все временно На самом деле, вот прям жесткое ощущение Появилось после того, как закрыли Гуччи Я помню, мы даже Обсуждали Я даже просто не знаю, кто это никогда А Никен Не Аникин Блядь, короче, один из них Из кейса РБС Блядь, Цуриков Короче, когда закрыли Гуччи Блядь, вот появилось вот это чувство Что все, пиздец, короче Я еще Роме говорю Я говорю, Рома, все, пиздец Я ему пишу Короче, все, пиздец Я говорю, ну, говорю, рано или поздно Это все долетит до нас Писал еще одному человеку там тоже Но никто не остановился И мало того Даже, блядь, мой пример Что меня арестовали И то, что потом я им писал Я говорю, пацаны, осторожнее Уже когда у меня была мобила Я знал, что я еду в Америку Меня экстрадируют Я говорю, пацаны, осторожнее Я не знаю, как это будет для меня в Америке Я многим написал, предупредил их И говорил, что, ну, блядь Я не знаю, что будет Но вполне возможно, что я въебу И это, блядь, не остановило их от того Чтобы, блядь, они там ездили по Голландиям И, блядь, по Малдивам И по всем остальным местам, понимаешь Одно дело, когда ты въебуешь Другое дело, когда ты предупреждаешь человека Блядь, не делай этого, понимаешь И он все равно берет и делает Ну, это уже глупость Ребятки, я смотрю У меня еще осталось около Я думал, меньше У нас осталось около 20 вопросов Но мы уже, если честно, подзаебались Мы снимаем четвертый час Поэтому прошу простить Мы на все ваши вопросы ответим на стриме Хотя он уже пройдет, да Но, видимо, снимем еще раз, наверное И потом отпустим Владика на Бали На сказочное Бали, да Так что все вопросы, которые ваши не задал Мы обязательно еще зададим Вот, ребятки, такой выпуск Продолжение обязательно следует Оставлю ссылку на сайт и канал Владика Под видео Обязательно подписывайтесь в Телеграме Потому что такие вещи, которые он там пишет И анализирует из мира хакинга И вообще в целом по жизни, да Такого вы нигде, я уверен, не найдете Я тоже там регулярно читаю Поэтому ссылка на Влада канал И на его сайт под видео Продолжение следует Увидимся через несколько дней Пишите обязательно, понравилось, не понравилось И свои комментарии Вопросы под видео Будем на них отвечать Все, обнимаю Всем спасибо за просмотр Пока Всем спасибо, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok